Что им наводили, что им нужно Украину освободить от чего-то, что будут люди встречать. То есть вам такое что-то говорили? Да, нам говорили, что якобы на территории Украины. Но это еще, когда мы в России находились, по средствам массовой информации, там говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует... Я сейчас дословно 100% ошибусь, поэтому не судите строго. Что на территории Украины господствует фашистский режим. Что националисты, нацисты захватили власть в свои руки. Что обычным людям нужно помочь, избавиться от этого, условно говоря, ерма. То есть цель нам довели такую. Естественно, это была информация односторонняя. У нас же есть интернет. Иногда пролетает из других источников. То есть мы могли немножко анализировать. То есть мы, естественно, мы сомневались. До конца мы не понимали, естественно, ситуации. Мы только когда... Вот я лично для себя. Когда мы только сюда зашли. Потом я когда посмотрел выступления боксеров профессиональных ваших. То есть я на родине, я всегда за них любил. Это Усик и Ломаченко. Это мои любимые, ну и просто герои. Реально. Я сейчас просто не лукавлю нисколько. Эти люди просто готовы взять в руки оружие. Они говорят о том, что мы вас сюда не звали. И мне становится реально стыдно за то, что мы пришли на эту территорию, на территорию Украины. Просто вот сейчас женщина нам рассказывала, да, случай. Она стоит и плачет. Мне просто стыдно реально за это. Я не знаю, почему мы так поступили. Ну, вернее, догадываюсь. Потому что мы мало знали. Мало думали своей головой, в конце концов. Просто вот реально принесли горе на эту землю. Я не знаю, сколько нужно времени искупить это. И вообще, возможно ли это, в конце концов. Мы там отсидим в тюрьме. Не знаю, там. Любой приговор, который мы заслужили, это ради бога. Это как бы мы уже готовы все принять. Но просто я говорю, что искупит ли это вину. Мне просто жаль тех людей, которые на территории России находятся сейчас. Они, в принципе, ни в чем не виноваты. Они виноваты только в том, что до них информации целиком не доводится. У некоторых вообще интернета нет, да. То есть им невозможно воспользоваться какими-то средствами. То есть им постоянно вот из телевизора льют и льют и льют. Вот эту вот однобокую информацию о том, что Украина заселена фашистами и так далее. Ну просто я реально, когда... Может быть и надо было со мной так поступить, да. Вот именно Господу, чтобы я наконец прозрел, что ли. И попытался донести до тех людей, которые находятся сейчас на нашей территории России, которые еще, может быть, до конца не врубаются, что здесь происходит. Извините за простое слово. Но здесь реально ребята, которые будут смотреть вот это вот интернет-видео там, да. Думайте обо мне, что хотите. Как, что меня там заставили. Написали мне текст. Неважно. Я вот скажу, как есть, да. Если бы на мою территорию кто-то бы пришел, я бы поступил точно так же, вот как эти люди сейчас. И был бы прав. И сейчас они правы, а я сижу здесь и оправдываюсь. И оправдываюсь, я не понимаю за что. Мне очень стыдно за это. Потому что у меня дед воевал. А я сейчас, получается, в роли карателя. Вот лично, это лично мои слова, вот, в отношении военнослужащих Российской Федерации. Если дойдет до них, дай бог. Ребята, не, как вам сказать, не, ну, наберитесь смелости, короче, да. Потому что мне это легче, да, я уже попал в такую ситуацию. Вам, наверное, тяжело, да, пойти против воли своего командира и так далее. Ну, реально, здесь происходит геноцид. Геноцид, по большому счету, просто народ уничтожается. Украинский народ. Ну, и, соответственно, мы со стороны России получаем свое. За то, что мы вторглись на чужую территорию. И это, ну, как бы, это правильно. Это вроде как и неправильно, и это правильно, ну, с одной стороны. Со стороны Украины это правильно, с Россией это неправильно. Россия, ну, никак здесь победителем не будет при любом раскладе. Тут уже понятно, даже, ну, я не знаю, тут все варианты можно просчитать. Даже если мы до конца дойдем условно, что, я надеюсь, этого не произойдет. Мы завоюем территорию. Кто людей-то завоюет? Мы как эту территорию будем вообще держать-то в руках? А вокруг нас пустота будет. Мы на острове будем жить. Просто с нами никто разговаривать не будет. И это опять будет правильно. И русский человек будет, выходя за дверь за свою, да, ему будет стыдно говорить, что он русский. Потому что он будет за трещину всегда получать. За то, что мы сейчас сделали. Поэтому я вас очень прошу, пока есть возможность, остановитесь просто. Дайте нам шанс вернуться домой. Сделайте для себя выбор правильный. Вернитесь домой, потому что дома уже начинаются люди выходить на улицы. Они начинают немножко глаза уже открывать. Пускай не очень сильно, но тем не менее. Сейчас вот наша задача с вами просто не допустить реально тотального уничтожения здесь вот этих двух народов. Это просто страшно. Я никогда такого не видел в своей жизни. И не думал, что у меня к концу жизни будет такая возможность. Вот мне это точно не надо. И моей матери это, ну вот, то же самое не надо. Я представляю сейчас ее состояние. Я еще, можно скажу, по украинскому народу, да, я, наверное, не найду слов тех, которые бы там загладили нашу вину. Поэтому я скажу просто, ну, если найдете в себе силы, простите нас. Если нет, то, ну, ради бога, мы примем это как должное. Я к чему говорю, что мы без вашей помощи обойтись в этот раз не сможем. Я объясню, в каком плане я это вижу. Сейчас люди в российской армии, да, и в том числе и Росгвардии, которые находятся сейчас на территории, они многие в замешательстве. Они не хотят войны. Никто не хочет этой войны. Не хотят вас убивать, украинцев. Вот поверьте мне, как бы вы, может быть, это дико не звучало, да, что люди с оружием в руках, пришедшие на вашу территорию, вас не хотят убивать. Но я вас сто процентов говорю, спросите любого. Никто не захочет. Даже вот непленного. Просто приедьте в Россию и спросите. Вам нужна кровь украинца? Я думаю, только идиот скажет нужна. Или вообще любого другого человека. Это болезнь просто. Это называется людоедство. Так вот, помогите нам справиться с этой проблемой. У нас реально проблема. Мы сейчас остановиться, ну, сразу не сможем. Маховик уже запущен. Поэтому с вашей помощью что можно сделать? Люди, которые сдаются к вам в плен, вы, пожалуйста, ну, соберите волю в кулак. Сохраните им здоровье и жизнь. Для чего это нужно? Потому что если вы приложите силы к тому, чтобы максимальное количество людей из них умерло, на родину никто не приедет и не расскажет о том, что здесь было. А живого человека уже сложнее будет сделать. Даже если третья часть от тех людей, которые приедут домой, сумеют об этом рассказать правильно, это уже будет большой плюс. И благодаря вам это случится. И благодаря вашей стране вы станете не только физически победителем, духовно победителем, но и душевно. Это очень важно. Вы просто на лопатки любую силу положите в этом. Я просто искренне надеюсь на ваше милосердие по отношению к тем людям, которые будут поднимать руки и выходить к вам. Или раненые будут лежать. Не нужно делать трупы. Нужно делать людей. А у вас это сейчас прекрасная возможность есть в этом. У меня все. Да, хотелось еще добавить. При попадании в плен, нас привезли в госпиталь. То есть оказали медицинскую помощь. Мы просто все ранены. Попали в эту ситуацию. И то, что говорят, что якобы какие-то хирургические вмешательства ракетных подразделений, которые где-то уничтожают какие-то военные части, это все неправда. То есть каждую ночь слышны сирены. То есть ложишься спать и молишься, чтобы снаряд просто не прилетел на тебя. Тут такие же люди.